Девушки отдыхают Ой, хорошо-то как Доброе утро, мам Привет Привет, дочь Уже проснулась, вот хорошо У меня в номере уборочка, так что позавтракаем у тебя Заносите Чаевые Ну, конечно Аня Дай, пожалуйста, мальчику наше спасибо А то я Свой портмоне опять в номере оставила Ну, сходи Тут недалеко, твой номер как раз напротив Я просто тоже не припомню, куда делала свою сумочку Мама, да вон же она, под стулом Реально, хоть убей, не помню Спасибо Чаевых не надо Просто оплатите счет Дочь Ты задерживаешь молодого человека Твоему отцу было бы за тебя стыдно И не надо меня постоянно попрекать от сон Мы уже вторую неделю торчим в этой гостинице Он до сих пор даже не заслужился позвонить Тоже мне пример для подражания Думаю, он заберет нас отсюда со дня на день Я не знаю, как у тебя, у меня практически не осталось кэша А у меня еще немножечко осталось Сразу видно, что ты совершенно не умеешь планировать бюджет Круто Слушай, мам, я никогда бы не подумала, что ты так любишь горчицу Ну что, мамуль, давай завтракать Давай, дочь А вот когда я вырасту, я никогда у тебя денег красть не буду Обещаю Ммм, вкусненько С начиночкой Ммм, вкусненько 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 Ммм МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро с нами свяжется. Надо будет освежить свой английский. Круто. А почему же он тогда две недели молчал? Он наверняка опасался прослушки. Но ты же знаешь эти местные силовые структуры. Мам, с каких это пор тебя потянуло на желтуху? Аня, может быть, ты забыла, что твоя мать успешный литератор. Я должна быть в курсе всех современных литературных течений. Мамочка, я припоминаю, что, кажется, две недели назад один успешный литератор уверял меня, что эти течения дурно пахнут. Дочь, время не только лечит, но и учит. Ух ты! А бабуля у меня, оказывается, еще тот. Теоретик. Да уж. Ты что-то сказала? Я? Тебе показалось. Доброе утро, леди. А я как раз вас ищу. Доброе утро, Алексей. Анечка, согласись, вот как приятно, когда старший администратор отеля приветствует вас такой очаровательной улыбкой с позаранку. Пока я просто администратор. Ничего-ничего, это всего лишь дело времени. Благодарю. Позвольте напомнить, что сегодня утром закончился оплаченный вами срок пребывания в нашем отеле. Будете выселяться или еще погостите. Погостим, пожалуй, еще денек-другой. К сожалению, мы торопимся, поэтому, пожалуйста, все формальности уладите сами. С удовольствием. Приятного дня. Слышь, мам, я думала, что после ареста нашего имущества все кредитки заблокировали. Так и есть. Мама, беру свои слова обратно. Бабуля у меня не только крутой теоретик, но еще и продвинутый практик. Мам, зачем мы сюда идем? Не свое дело. Ну, мама, я тебя очень прошу, не ходи к ней, она злая. Мам, пойдем отсюда. Ну, пожалуйста. Мам, ну правда, ну не нужно тебе сюда. У меня какое-то плохое предчувствие. Вот видишь, дома никого нет, а у тебя предчувствия. Крис! Привет! Ну ты даешь! Слушай, я уже не знала, что думать. Прикинь, я чуть не ушла. Слушай, ну как ты? Ну, про меня, наверное, ты в курсе во всех газетах полоскает. Да я... Да я в порядке, в общем. Ты не одна, что ли? Да. А, понятно. Немножко не вовремя, прости. Хорошо. Вечером, да, встретимся? Да не проблем. Слушай, а куда пойдем? В Оскар или в арену? Все равно. Ну ладно, вечером созвонимся. А я его знаю, кто? Солнышка! Ну ты где? Мам, я же тебе говорил, не надо было нам сюда приходить. Прости, Дэн, я не расслышала. Как ты сказал? Солнышко. Класс. А тут солнышко с твоим предыдущим солнышком болтает. Прикольно. Крис, а что он здесь делает? Слушай, ну с ним-то давно все понятно, но вроде как мы с тобой подруги. Ладно, давай сейчас без Санта-Барбары, Анют. Дверь закрой, солнышко. Ладно, ладно, вот только не надо себя здесь потерпевшим стоять. Я, между прочим, на тебя два года своей жизни угробил. Ничего. Следующие два года угробишь на Крис, а потом на твоем горизонте появится новое солнышко. Анют. Я же тебе денег должна. Знаешь, ты... Ты не парься. Купишь своему мальчику сладкой воды. Чао. Достаточно? Еще. Чуть-чуть. Что-нибудь еще, Евгений Борисович? Лолочка. Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, мы Андреев и гонорар за глянцевые чувства уже перечислили? Нет. Вы сказали подождать. Перечислить? Не торопись. Не торопись, Лолочка. Если я сказал подождать, будем подождать. Евгений Борисович, я не поняла, вы что-то не скрываетесь? Мне сказали, что вас нет на месте. Кто такое сказал? Лолит, ну-ка разбейтесь, что за бардак у вас там происходит. Почему я должен краснеть перед одним из лучших наших авторов? Пожалуйста, Людмила Алексеевна, присаживайтесь. Благодарю вас. Людмила Алексеевна, я наслышан о некоторых неприятностях с вашим супругом. Уверяю вас, это временные трудности. Но в любом случае, я пришла к вам не для того, чтобы это обсуждать. Дайте мне угадать, неужели готова вторая часть глянцевых чувств? Невероятно. Евгений Борисович, вы в своем уме? Вы вообще соображаете, что вы говорите? Я вам не какая-нибудь там... Я даю читателю пить родник моего таланта небольшими глоточками и считаю совершенно неприемлемым выворачивать на аудиторию весь ушат моего творчества сразу. Вы позволите, я это запишу. Естественно, со ссылкой на первый источник. Евгений Борисович, вы меня прекрасно знаете. Мои помыслы в литературе чисты. Но у каждого художника бывают черные дни. Поэтому я пришла поговорить о гонораре, за глянцевые чувства. Да-да-да-да, Людмила Алексеевна, я вас слушаю. Нет, Евгений Борисович, это я вас слушаю. Где он? Как и где? Перечислен на расчетный счет вашего супруга. Все согласно договору. Как перечислен? Но все счета моего мужа арестованы. А мне нужны деньги. Увы, Людмила Алексеевна, я ничем не могу помочь. Вы же знаете, издательство еле-еле сводит концы с концами. Литература в нашей стране сегодня переживает не лучшие времена. Да чихать я хотела на ваше издательство, на вашу литературу. Где мои деньги? Боюсь, этот вопрос не ко мне, а скорее и к прокуратуре. Ну, хотя... Подождите минутку. Людмила Алексеевна, чисто из собственного желания как-то вам помочь тысяч двести долларов. Все, чем могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подумаешь? Еще не хватало из-за них плакать. Дура! Какая же я дура! Мам, а что такое дура? Просто скажи, это хорошо или плохо? Ну, не знаю, мам. Может, ты, конечно, и дура, но зато один мужчина тебя точно безумно. Кто? Как кто? Я! Нет, мам, правда. Ты у меня самая красивая. Красивая. Все дети говорят, что их мама самая красивая. И все дети правы. Ты у меня самая-самая хорошая. Хоть и дура. Так. Чтобы я вот этих слов от тебя не слышала, забудь. Как мы договаривались, что тебя называем? Ник. Вот. Послушай, Ник. Хотя нет, Ник это вообще никуда не годится. Надо тебе какое-то нормальное имя придумать. Только не Дэн, ладно? Да уж. Договорились. Доброе утро, дочь. Доброе утро, мам. Не одолжишь мне пара сотен? Понятно. Девушки! Девушки! Девушки, одну минуту! Девушки, минутку! Девушки! Девушки! Я прошу прощения. Прощения. Молодой человек. Ну, нельзя же так подкрадываться. Вчера вы дали мне кредитную карточку, чтобы я продлил ваши номера. Да? Я вас узнала. Большое спасибо. Она заблокирована. Что значит заблокирована? Теперь это не более, чем закладка в вашу книжку. Мама, похоже, бабушке нужна наша помощь. Молодой человек. Вы что себе позволяете, а? Вы вообще что? Вы вообще в курсе, кто мы такие? Да я, да я, да я сейчас одним телефонным звонком. Я сейчас лишу вас работы. Я сейчас, я сейчас, 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 сейчас. Вы этого хотите, да? Вы этого хотите, да? Мама, пережимаешь. Мы прекрасно знаем, кто вы такие. И только поэтому администрация отеля дает вам возможность жить вторые сутки в кредит. Что? Аня, молодой человек не виноват. Наверняка это какая-то банковская ошибка. Вы знаете что? Мы сейчас немедленно связываемся с нашими менеджерами и улаживаем ситуацию с кредиткой. Уж поверьте, мы этого так не оставим. Проведите оплату через пару часов и... А мы немедленно едем в банк. Да? Да. Ну, и что мы теперь будем делать? Не мешай, я думаю. Где мы деньги возьмем? Или что мне совсем не улыбается спать на какой-то лавочке в парке? Если это кому-нибудь интересно, то мне тоже не улыбается. Не паникуй. В твоем положении это вредно. Бабуле плюсик. Я сейчас что-нибудь придумаю. Отлично. Тогда, мам, пожалуйста, придумай пару тысяч баксов. И желательно прямо сейчас. Есть! Блин, мама, так и родить можно. Бабуле минус. Придумала. Для того, чтобы достать деньги, нам нужно что-нибудь продать. Гениально. Мой ноутбук исключается. Для писательницы это орудие производства. Мои фамильные серьги с бриллиантами исключаются. Это память от бабушки. Ну и... Мы продаем твою машину. Отлично. Мама, как рядовой читатель, я тебе заявляю, моя машина гораздо полезнее для общества, чем твой ноутбук. Отец со дня на день заберет нас к себе в Великобританию. Вот зачем тебе там этот драндулет? Купишь себе новую, еще лучше. Людмила Андреева, я вас сразу узнала. Можно с вами сфотографироваться? Конечно. Спасибо. Вот, вот. Ублочка. Спасибо большое. Боже, что я за что? Ну. Вот. А ты говоришь, продать ноутбук. Читатель уже узнает меня на улице. Кто это? Ты че? Это же эта сумасшедшая жена министра, который из-за границы сбежал. Сейчас об этом все говорят. Подожди, Эдик. Че-то я не въехала. Че значит в угоне? В угоне означает, что твоя бэха была угнана в Германии полгода назад. Да нет. Подожди, ты че? Мне ее папик в салоне брал. Ты что, совсем маленькая? Мне сейчас тебе рассказать, как это делается. А че теперь делать? Ничего не делать. Катайся, пока не остановят. Раньше бы, конечно, тебя не тронули, но сейчас. Сама понимаешь. Слушай, подожди, 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 Эдик. А че теперь вообще ее нереально продать? Да ты че, мне сейчас, конечно, вообще позарез нужен. Ну, сколько за нее могут дать? Ну, я думаю, пять дадут. Штук? Лет. Поняла. Спасибо. Удачи, Эдик. Мам, помнишь, ты обещала дать мне нормальное имя? Помни. А Эдик, это нормальное? Нет. Заносите, заносите. Я думаю, это максимум на два дня. Ну, в крайнем случае, на три. Все-таки ночевать вдвоем лучше, чем на улице. Э-э-э, втроем? Ага. Боже мой. Ну, что ты надел? Ну, зачем же ты поставил на мою самую дорогую шубу эту коробку? Ты же ее помял. Вон, пошел вон. Все, никаких чаевых, свободен, свободен. Ты храпишь? Не замечала. Храпишь, мама, храпишь. Есть только иногда, когда сильно устаю. Кажется, без снотворного не обойтись. Мама, ты спишь? Нет. Знаешь, я о чем подумала? Угу. Последний раз я спала с тобой в одной кровати, когда была в пятом классе. Ты всегда жутко боялась темноты. А я, честно говоря, была этому даже где-то рада. Я так любила, когда ты засыпала у меня на плече. Мама, а что теперь делать? Не знаю, дочь. Эээ, ну хватит бурчать. Три часа ночи. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Между прочим, тут люди пытаются поспать. Ну да, да, все, извини, больше не буду. Ты что-то сказала? Я? Тебе показалось. Спокой ночи, дочь. Спокой ночи, мам. Определились? Да. Пожалуй, да. Здесь выбор побольше. Вы обычно в номер заказывали. У нас для рум-сервиса меню немного другое. Я заметила. Так? Просто решила спуститься, так сказать. Ну, гулять, аппетит. Понимаю. Так, яичница с беконом. Овсянку. Блинчики с творогом. Овсянку хочу. И кофе-латте. Мама, овсянку! Ну хорошо, хорошо, и овсянку. Значит так, дорогой мой. Давай с тобой сразу договоримся. Раз уж нам суждено с тобой провести ближайшие девять месяцев вместе, то у меня к тебе есть несколько условий. Раньше десяти не будить. Когда говорят старший, не перебивать. Сама с собой разговаривает. По-моему, она того. С катушек съехала. Видать, крепко девку прижала. Что ж ты хочешь? Отец из семьи ушел. Мать всякие гадости в книгах пишет. Да тут у кого угодно крыша поедет. Семей кота еще, не дай бог. Хорошо. Тогда у меня тоже есть условия. Я повторяю. Когда говорят взрослые, не перебивать. А если я не соглашусь, что тогда? Тогда? Тогда я назову тебя Ипполитом. Нет, Ипполитом не надо. Я на все согласен. Да, девушка, давайте сразу рассчитаемся. Для вас бесплатно. С какой-то радостью. Ну что ж, мы не люди, что ли? Спасибо. Спасибо. Ну, вот Андреева. Видите? Видите? На А. В начале самом. Господи. Люда. Илоночка. Людочка. Илоночка, с днем рождения тебя, дорогая. Ну ты, как всегда, как всегда. Да брось, Людочка. Мой возраст уже трудно утаить, даже в тугом карасете. А вот ты, правда, молодец. Ай, шутишь? Илон, прости, я к тебе так спонтанно, без подарка. Но ты же знаешь мою ситуацию. Людочка, ну о чем ты говоришь? Ну какие подарки? Как ты вообще? Как Аня? От Георгия что-нибудь слышно? Ну ничего, ничего. Илоночка, у меня к тебе просьба. Ты, ты прости, пожалуйста, что ты в такой день, но... Людочка, ну мы с тобой старые, обидим. А молодые подружки, о чем ты говоришь? Сколько? Ну, хотя бы пятьсот. Людочка, нет проблем. Ешь, пей, гуляй. Ну отвлекись немножко. А я, прости, побегу к гостям, а то с некоторым еще и поздороваться не усердно. Хорошо. Молодой человек, молодой человек, не так быстро. Григорий. Герасим. М-м-м. Галактион. А это что, это же имя? Так, вот, Зиновий, Кирилл, Константин, Николай, Тимур. О, Тимур, Тимур вроде ничего. Так, значит так, Тимур, монгольское имя. Тимур обычно тихий и спокойный, у родителей с ними не бывает проблем. Не, ну это явно не про тебя. Ладно, давай дальше. Ма, ты где так долго? Да так, была на экскурсии в свою прошлую жизнь. У твоей крестной сегодня день рождения. Могла бы поздравить. Она меня хоть раз поздравляла? Завтра позвони, поздравь. Она нам 300 долларов одолжила. Кстати, есть хочешь? Ты знаешь, а я вот как-то раньше никогда не замечала, что ходить на дни рождения в нашем кругу – это такое выгодное дело. Можно естся, напиться, а потом еще и денег занять. Мама, пожалуйста, скажи мне, что все это сон. Забавно. А я как раз тебя хотела. О том же самом попросить. Анечка, только я тебя очень прошу, пожалуйста, никаких соляриев и спа-салонов. Деньги только найду. Неизвестно, сколько нам тут еще торчать придется. Вот блин. Ничего. 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 Ну все. Женщина, я уже проверил три раза. Андреевой в списке нет. Да нет, этого просто не может быть. Это какая-то ошибка. В свое время мой муж принимал Петра Валерьяновича в партию. Он просто не мог меня не пригласить. А, хотя да, ну конечно. Возможно, я записана под своей девичьей фамилией. Проверьте, пожалуйста. Стрельникова. 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 Стрельникова тоже нет. Продолжение следует... Простите, пожалуйста, а как пройти банкетный зал? Дело в том, что я хочу сделать маленький сюрприз виновнику торжества. Благодарю вас. Вы знаете, у меня скоро юбилей. И, возможно, я рассмотрю ваше заведение в качестве места проведения торжества. Спасибо. А впрочем, я могу еще передумать. Вы знаете, наше писательское братье настолько импульсивно. Момент, кайф, дайв. Ну и так далее. Мам, покатаемся? Вот еще. Больше мне делать нечего. Да ладно, мам, признайся. Тебе ведь тоже хочется. Нет. Просто остановилась. Воззухом подышать. Так, Мишенька, помогай маме. Так, сейчас. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Господи, сейчас. Сейчас, сейчас. Ой, сейчас. Спасибо вам огромное, да. Сейчас. Надо нам помочь. А-а-а, на, на. Подержи его. Давайте я соберу, давайте. Спасибо. Так. Я зазевалась? Ой. Тихо, тихо, тихо. В этом месяце такое УЗИ делается, да? У меня будет мальчик. А-а-а. Верни, мне кажется, что у меня будет мальчик. Ну, значит, так и есть. Да? Тихо, 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 тихо. А знаете, знаете, вы меня поймете, вот когда впервые увидите, как во сне улыбается ваш сын. Тогда вы все обязательно поймете. Тихо, тихо, тихо. А сейчас, извините, нам идти надо. Ой, простите, пожалуйста. Вообще ничего не вижу, извините. Тихо, тихо, тихо. Пойдем. Ой. Тихо, тихо, тихо. До свидания. Спасибо вам большое. Счастливо. Тихо, тихо, тихо. Ну вот, оговорила, не хочется. Уважаемые дамы и господа, минуту внимания. Хочу напомнить вам о цели нашего пребывания на этом замечательном празднике. Дамы и господа, все вы знаете, сколько для нашей столицы сделал Петр Валерьяныч Колосов. Петр Валерьяныч, эти аплодисменты в вашу честь. Дамы и господа, сегодня Петр Валерьяныч выступает организатором этого благотворительного аукциона, все средства от которого пойдут на строительство нового приюта для бродячих собак и кошек. Людечка. Итак, наш аукцион открыт. Какой приятный сюрприз. Я думал, что вы с Георгием где-то уже в Британии. И вот номер один. Картина кисти начинающего художника-футуриста Юрия Микуленко. Так вот почему мне не оказалось в списке приглашенных. Ну что ты? Как ты могла подумать даже такое? После всего, что вы с Георгием сделали для меня... Да уж. Я могу чем-то помочь? Да, пожалуй. Для создания, так сказать, некого стабилизационного фонда я прошу одолжить мне 500 долларов. Георгий отдаст при первой же возможности, ты же его знаешь. Людочка, понимаешь, те 300 долларов, которые одолжила тебе якобы Илона, тоже мои. Нет, ты не подумай, мне не жалко, просто... ...предоставляется самому Петру Валерьяновичу. Мне нужно идти, но я постараюсь вернуться. Спасибо. Аня, к сожалению, вынуждена заметить, что половина наших старых друзей свиньи, а вторая половина неблагодарные свиньи. Господи, какое счастье, какое счастье, что мы скоро уедем из этого свинарника в нормальную, цивилизованную страну. Кстати, папа не звонил? Нет. Ты знаешь, если он не сделает это в ближайшее время, то скоро у нас на улицах начнут пальцами тыкать. Кстати, вот, почитай. Тут про все, про все. Как мы с тобой в одном номере живем, как ты на светских раутах у всех деньги занимаешь. Много-много всего. Фотографий много. Анечка, какая ты у меня фотогеничная. Спасибо, мамочка. Успокоила. Потерпи, Аня, потерпи. Скоро нас здесь не будет. А эти пусть хоть живьем друг друга сожжут. Такие не подавятся. А я предлагаю пока этих апоссумов хорошенечко подавить. В каком смысле? Прямом. Можешь меня поздравить. У меня завтра день рождения. Заметьте, иду на крайние меры. Добровольно приписываю себе еще один год. Мам, ну у тебя же день рождения где-то в январе. Что и требовалось доказать. Если родная дочь точно не знает, когда у собственной матери день рождения, то это стая и подавно. Накроем столы, разошли мы приглашение, соберем подарки и... Гудбай. Мамочка, на это на все нужны деньги. Нас завтра из номера выселит, а ты говоришь, накроем столы. А как ты думаешь, зачем твоя мать, как проклятая, всю неделю моталась с дня рождения на презентации, с презентации на аукцион, с Кристины на смотрины? Деньги есть. Это наш начальный капитал, который мы вложим в мой день рождения. Сколько уже прошло? Полтора часа. А ты точно разослала всем приглашение? Точно. И никого. Господи. Господи, за что? За что? Ну ладно эти все. Но отец-то твой. Между прочим, мог бы позвонить и поздравиться. Все-таки у меня день рождения. Я ему этого никогда не прощу. Людмила Алексеевна, к вам гости звать? Конечно, зовите. Ну, наконец-то. Потяните. Ну, вот он и я. С днем рождения, Людочка. С днем рождения, дорогая. А это тебе подарок. Вот. Пускай эта гипсовая фантазия окрыляет тебя в твоих творческих исканий. Вот. Да. Гена. Ау. Я думал, ты в Монголии. Был, а как же. Был в Монголии, был цельный месяц в командировке. Как говорится, от звонка до звонка. Я тут буквально два часа, как с самолетовый, извините. Голодный как волк. Ну а? Ау. Рассказывайте, как вы тут живете. Рассказывайте, расскажите. Как у вас тут дела? По крайней мере, я попыталась найти хоть какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. И какой черт принес этого Гену из Монголии? И как раз в мой день рождения. Мам, а Гена хорошее имя? Нет. Побудешь сначала Ником, а там разберемся. Что ты сказала? Я? Тебе показалось. Никогда. Никогда не прощу этого твоему отцу. Я просто женщина на грани нервного срыва. Мне постоянно мерещатся какие-то голоса. А это что? Мне тоже мерещатся? Сидай. Открывай. Вот так. Так, мать. Держи. Ой, сейчас. Супи. Спасибо. Ну что, куда теперь едем? Как сообщает наш специальный корреспондент из Британии, ему удалось установить точное местонахождение пребывающего в бегах министра тяжелой промышленности Андреева Георгия Борисовича. Это Лондон. По его словам, бывший министр быстро освоился в чужой стране и уже был замечен на одной частной вечеринке в обществе восходящей светской звезды Великобритании графини Статклифф. Напомню, что дома Андреев оставил жену, дочь и многотомное уголовное дело о коррупции в высших эшелонах власти. О, девочки, по-моему, мы с вами уже приехали. Я найду в себе в самой глубине белый фитилек И зажгу его, чтоб светил тебе мой огонек Окна распахну, в них ворвется с утром подруга-любовь И оживет во мне мой маленький оркестр маленьких богов. Ты играй во мне? Ты пляши во мне Мой маленький оркестр В самой глубине Там всё, что нужно мне Знаю, у тебя есть Будем кофе пить, есть что обсудить на моя любовь И пусть звучит для нас мой маленький оркестр маленьких богов Белый холст оставлю белым, я застынет палитра А ты это я, а я, а я, а я А ты, а ты, а ты, а ты Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...